Валерий Иванович, может быть, немножко другое ожидали игры сегодня? Пожалуйста, Ваш комментарий с сегодняшней встречи. Честно говоря, мы тоже несколько другой игры ожидали, особенно в первом тайме. Нам сегодня отобрать очки, мы очень этого хотели, но надо быть объективным, в общем-то, «Газовик» победил заслуженно, с чем я их и поздравляю. Ну, а нашу команду могу поблагодарить за второй тайм, то, что мы все-таки старались переломить, хоть матч были несколько агрессивней, но, может быть, и «Газовик» играл уже по счету, чуть-чуть ниже, опустившись на свою половину поля. Так, в общем-то, ну что, надо пережить это поражение, самое главное, чтобы, знаете, чтобы у нас не было серии из таких поражений. Вот, вот, что самое главное, и надо двигаться дальше, но и работать для этого нужно всем вместе. Поэтому ничего страшного, конечно, не произошло, но обидно проигрывать дома при своих болельщиках. Хотя, повторяю, там «Газовик» победил заслуженно, и с чем я их и поздравляю, и с выходом в Премьер-лигу. Поэтому рад за них, они на протяжении всего сезона доказывали, что они лучшая команда и по праву там вышли в Премьер-лигу. Поэтому, такой комментарий. Если какие-то вопросы по игре есть, давайте, я отречу. Я вам скажу, поражение в Томске как-то отразилось на психологическом состоянии команды? Да, вы знаете, конечно, поражения не добавляют уверенности, тем более там мы не заслуживали поражения, явно не заслуживали. Конечно же, как-то влияет. Но мы постарались более-менее вывести команду и подвести ее в таком хорошем, оптимальном состоянии перед игрой с «Газовиком». Поэтому, ну, получилось так, как получилось, к сожалению. Боя Иванович, когда ждать возвращения с Томском? Мы, я уже каждый раз отвечаю здесь на пресс-конференции, да, честно говоря, не знаю, они еще не тренируются. Но я им уже сказал, заканчивая сезон с травмами и не играя, конечно, очень тяжело и очень плохо. Вот, как для нас, так и для самих футболистов. Поэтому, конечно, ждем их с нетерпением, чтобы хоть как-то нам чуть-чуть вздохнуть немножко, потому что тяжело играть так, без определенной ротации, скажем так. И нам, может быть, даже где-то и в первом тайме, наверное, несколько таких эмоций не хватило, скажем так, потому что с лидером мы чуть-чуть какие-то закрепощенные, заторможенные были, поэтому... Таким образом. Но это я связываю, опять же, с определенной усталостью. Все-таки уже мы целый сезон вытаскиваем одним составом. То есть, конечно, определенная усталость накопилась и, прежде всего, психологическая. Поэтому случаются такие первые таймы, как сегодня с «Газовиком». Вы знаете, несмотря на то, что у нас очень хорошие отношения, я работал в «Газовике». Желаю всего самого наилучшего главному тренеру и всем, кто работает, и штабу, и футболистам. И, естественно, у нас дружеские, товарищеские отношения. Но, выходя на поле, здесь, конечно же, мы хотели победить. Поэтому на футбольном поле друзей не бывает. На футбольном поле мы соперники. Поэтому и так же и «Газовик» хотел выиграть, и мы хотели победить. Но они сегодня оказались сильнее. Поэтому за футбольным полем, еще раз повторяю, у нас очень хорошее отношение. И я рад за команду «Газовика». И лично за Роберта Геннадьевича то, что он показал, как нужно работать, и своей работой доказал, что действительно создали очень хорошую команду, естественно, вместе с руководством клуба. Поэтому это такой хороший пример для всех остальных, как нужно работать и как нужно решать определенные задачи, скажем так. Еще просто. Спасибо. Давайте, до свидания.